Библейский портал экзегет.ру представляет 35-я глава книги «Бытие», читая перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Предыдущая 34-я, очень неприятная, скандальная глава, мы это обсуждали. Яков со своими детьми поселяется возле города Шихема. Местный принц, правитель, сын его, точнее, насилует дочь Якова Дину, а сыновья Якова, причем всего двое, Симеон и Левий, сначала ставят местным жителям условия. Да, мы все забудем, мы готовы отдать Дину в жены вашему принцу, вашему Шихему, и вообще вот готовы с вами стать одним народом, только вы сделаете обрезание. Когда те соглашаются, они входят в город и убивают всех мужчин, вообще город разграбляют, уничтожают все, что там есть. Уводят жены детей в рабство, ну, уничтожили они этот город фактически. И встает в конце этой главы вопрос, а как же правильно, Яков, который стремился любым путем сохранить мир, в том числе, может быть, забыть про изнасилование своей дочери, или вот эти вот горячие его сыновья, которые с избытком мстят, убивают не только насильника и его отца, который его покрывал, но и вообще всех мужчин в городе, может быть, вовсе и недостойных смерти. И мы ждем, что Бог вынесет какое-то решение. Вот эта проблема, она будет постоянно вставать, да? Терпение, доходящее до вседозволенности, или сопротивление злу, доходящее до насилия, превышающего любые разумные пределы. Как правильно? Бог сказал Якову, встань, иди в Бетель, поселись там и воздвигни там жертву них Богу, который велся тебе, когда ты бежал от своего брата Исавы. О как! Ни те, ни другие неправы. Иди отсюда. Это все не то. Ничего здесь хорошего не произошло. Давайте начнем заново. Но всегда можно начать заново. Всегда есть трудный выбор, всегда есть повод сказать, что надо так, надо так, или как-то по-другому. А у Бога всегда есть возможность положить новое начало. Что они делают? Яков сказал своей семье и всем своим людям, уберите прочь всех чужих богов, какие у вас есть. Оказывается, у них тут чужие боги наросли как-то. Между прочим, да, Ревека взяла башков своего отца Лавана с собой. Очиститесь и перемените одежду. Мы идем в Бетель. Бетель – это город, но еще даже не город, а просто место, а где Якову явился бог, наверху лестницы, по которой поднимались и спускались ангелы. Первое явление бога Якова. Вот давайте вернемся к этой чистоте изначальной встречи с богом. Мы много чего натворили после этого, но это было. Давайте вернемся в эту начальную точку. Там я воздвигнул жертвенник к богу, который приходил ко мне на помощь в беде и был со мной в моих скитаниях. Они отдали Якову у всех чужих богов, какие у них были, вынули из ушей серьги и тоже отдали Якову. Все это Яков взорыл под шахемским дубом. А серьги зачем? Наверное, тоже какие-то ритуальные на них изображения, что-то вот такое языческое, что проникает в моду и так далее. А сейчас вон есть платья высокой моды, на которых там иконы какие-то православные, что-то еще совершенно немыслимое, да, вот когда просто украшение вдруг становится чуть ли не культовым предметом. Они тронулись в путь. Объятые ужасом Божьим, жители окрестных городов не стали преследовать сыновей Якова. Вот за то, что они сделали в шахеме, да, вырезали весь город фактически. Яков со своими людьми вышел в городу Лузу, ныне Бетель, что в земле ханаанский, воздвиг там жертвенник. Он назвал это место Эль-Бетель, то есть бог Бетеля. А Бетель — это дом бога, то есть бог дома бога. Вот такое возвращение и как бы удваивается, да, название фактически. То есть возврат — это одновременная необходимость как-то подтвердить свою правоту. Слово покаяние, кстати, на древнееврейском языке — это «шува», это возвращение, возвращение вот к этой изначальной вере. Назвал это место Эль-Бетель, ибо там ему явился бог, когда Яков убежал от брата. Ну, а жизнь продолжается, а часть жизни — это смерть близких. Умерла Девора, кормили церевейки, ее похоронили без Бетеля под дубом, и назвали это дуб Алон-Бахут, то есть дерево плача. После возвращения Якова из-под Донорама, бог вновь явился ему, благословил его. Да, вот новое начало и новое благословение. И сказал, «Имя твое — Иаков, но впредь не будут тебя звать Иаковом, отныне имя твое — Израиль». Так он дал ему имя Израиль. Интересно, что в 32 главе это имя уже было дано. Дано в очень странном таком поединке, которое мы уже обсуждали, не буду сейчас повторять сказанного, но здесь это имя получает тоже новое подтверждение. Вот новое начало и все заново. Ну, можно сказать, что это два разных предания об Иакове и два разных дарования имени, но все-таки текст един, да, и вот в нем есть этот смысл нового начала. История Якова — это все-таки история не просто про подробности жизни одного ближневосточного хитреца, но про то, как уже в истории израильского народа будет это все раз за разом происходить, где насилие, хитрости, уклонение в язычество будут сменяться покаянием, как возвращением к изначальной вере, к изначальному истоку. И к первому значению имени Израиля, которое в том поединке «Ты боролся с Богом и с людьми и выходил победителем». И еще Бог сказал ему, «Я Бог всесильный, будь плодовит и многочисленный, народ произойдет от тебя целый сон, у народов от тебя произойдут цари и землю, что я дал в Раму и Исааку, я отдам тебе и твоим потомкам». Вот он, наследник этого благословения, которое он похитил у Исавы, которое он, ну, не похитил, выменял на похлебку, которое он обманом получил от своего отца Исаака. И, пожалуй, только здесь, когда он возвращается к этой изначальной встрече, Бог подтверждает, что это действительно его. Когда Бог ушел от Иакова, Иаков поставил священный камень на том месте, где Бог говорил с ним и возлил на этот камень вино и оливковое масло. Он назвал это место «Бет-Эль». Еще раз, да. Разные предания, видимо, складываются в такую мозаику, но все равно здесь есть эта идея возвращения, повторения нового начала. Когда они ставили Бетели, были уже неподалеку от Эфраты, там, кстати, Давид родится, вот это будет его родовое место, ну, Вифлеема и Эфраты, это род, из которого он будет. У Рахили начались схватки. Роды были трудные, и Рахиль мучилась. «Не бойся», — сказала повивальная бабка, «смотри, у тебя еще один сын». С последним вздохом умирающий Рахиль дала сыну имя Бен-Они, а Бен-Они — это сын моего горя. Но отец назвал его Вениамин, ну, по-еврейски Бен-Ямин — это сын правой руки, сын десницы. Моя фамилия, кстати, так на древнееврейский язык и переводится. То есть имя почти то же самое, но с благим смыслом, да, она дала такое вот мучительное имя, а он его назвал сын десницы, то есть правой руки, как сын моей силы, что-то подобное. Вот что для матери горя, для отца становится поводом для гордости, величия, могущества. Так умерла Рахиль. Ее похоронили у дороги на Эфрату, что ныне называется Вифлеем, вот знаменитый город. Яков поставил у ее могилы священный камень. Он стоит там и по сей день, священный камень у могилы Рахили. Вот жизнь и смерть, благословение и умирание, и плач о своей близкой смерти, в жизни это все перемешано. И Библия описывает это, включая такие, может быть, очень семейные истории, потому что мелочей нет, потому что человек, вступая в отношения с Богом, все проявления своей жизни перед Богом проживает. Израиль продолжил свой путь, его же называют Израиль, бывший Яков. И разбил стан за Мигдал Эдером. Во время стоянки Рувим переспал свалы на ложнице своего отца. Отец узнал об этом. Вот и такие скандальные подробности. Интересно, что отец ничего не предпринимает. Яков стал спокойным до безразличия, до инертности, вот после этого поединка. Он не забыл, он потом припомнит Рувиму эту историю, но здесь он не делает ничего. У Якова было 12 сыновей. Сыновья Лии, Рувим, первенец Иакова, вот он это и сделал, Симеон, Левий, Иуда, из Сахара, Завулон, сыновья Рахили, Иосиф и Вениамин, всего двое, причем Вениамин очень поздний, сыновья Валлы, Рахилиной служанки, Дана, нефалим, сыновья Зелф и Лийной служанки, Гат и Осир, это сыновья Якова, родившиеся в Подданараме. Ну, Вениамин, правда, не там. Вот все 12 сыновей, начало 12 колен Израилевых, да, поэтому они здесь перечислены. Яков пришел к своему отцу Исааку в Мамре, в Кирья Тарбуш, что ныне называется Хеврон, где некогда жил Авраам, а потом Исаак. 180 лет прожил Исаак, он умер старцем, насытившись жизнью, скончался и отошел к предкам. Его похоронили сыновья Исаав и Яков. Помните, когда эта история только разворачивалась, то ждали, что Исаак, простите, скоро умрет, и Исаав тогда убьет Иакова. Вот он не умер, пока его сыновья не примирились, да. Вот жил, судя по всему, уже ослепшим, бессильным стариком, как-то вот совсем не радуясь этой жизни, насытившись жизнью, да, то есть все хорошее в ней уже произошло, но он дожил до примирения сыновей. Может быть, если бы не хитрость Якова, она состоялась бы раньше. И вновь это не мелочи, это не подробности, это вот выстраивание некоторой очень целостной картины, в которой видишь прообразы и того, что происходит с израильским народом, и того, что происходит вообще в жизни самых разных людей. с израильским народом, что происходит с израильским народом, и так далее. Продолжение следует...